Ну и протокол БГП. Это протокол граничного маршрутизирования. В принципе, маршрутизации, граничной маршрутизации, что у нас тут? Он маршрутизирует только автономные системы. Как мы уже знаем, автономная система это наименьшая единица маршрутизации в рамках интернета. К ним требования меняются. Раньше это было 64 сети класса С. Сейчас, наверное, будет увеличено из-за разрастания таблиц маршрутизации. Вот, собственно, проблемы разрастания таблиц маршрутизации в первую очередь с БГП связаны. Ну и плюс к тому, что мы можем... Если в рамках внутри автономной системы для нас провайдера являлись некой внешней сущностью и мы никак не могли построить маршрутизацию так, чтобы работать сразу с несколькими провайдерами, ну, искусственным способом всегда это можно, но нету никаких стандартных функций, которые нативно это поддерживают, то в рамках БГП у нас провайдеры становятся такими же членами данного протокола маршрутизации, поэтому если ваша организация хочет иметь подключение к нескольким провайдерам сразу, ну, скажем, для того, чтобы использовать дополнительный запасной маршрут, то, конечно, вам нужно покупать автономную систему и подключаться по БГП к интернету. Ну, протокол очень простой. Тут, конечно, до сложностей ОСП, не доходит, это слишком сложно будет для интернета и слишком накладно. Этот протокол скорее больше похож на протоколы типа РИП. Идеология, по крайней мере, подобная. У нас взаимодействуют автономные системы и мы несколько маршрутизаторов БГП можем координировать работу между ними друг с другом. Соответственно, они эту информацию как маршрутизации между собой проверяют. Ну, как я говорил, наиболее похожие это дистанционно-векторные протоколы, то есть тут нам не до исследования, что лучше, что хуже, какие маршруты быстрее, какие медленнее. Тут мы смотрим именно по хопам. Но в рамках глобальных, в рамках большого интернета это наиболее оптимальное решение. Таким образом мы выбираем путь по ближайшему переходу, то есть путь идет по ближайшей точке перехода. Еще интересная фишка этого протокола, то что он работает не поверх IP, а поверх TCP. То есть тут нам важно, чтобы информация точно дошла до получателя. В интернете может быть произвольного качества связи, поэтому мы вроде бы протокол сетевого уровня, но работает поверх транспортного уровня, поверх TCP. Ну и тут мы можем, в отличие от RIP, который достаточно просто сам строит все протоколы, мы можем достаточно мощно выстроить политики маршрутизации. Ну, например, маршрутизация на двух или трех провайдеров. Тут мы можем сделать так не только, чтобы при отключении одного из провайдеров мы переключились на другого, но и то, чтобы один трафик шел на одного провайдера, а другой трафик шел на другого провайдера. Все это БГП поддерживает. Опять же, глобальные сети, большая нагрузка, большие таблицы маршрутизации, поэтому мы передаем не всю таблицу маршрутизации, как в RIP принято, а только дельту обновления. Мы один раз обменяемся полной информацией, чтобы загрузить, свежий роутер включился, он загрузил полную таблицу маршрутизации, а дальше мы дельтами обмениваемся для того, чтобы только подправлять эту информацию. Ну, опять же, большие таблицы информации, надо их как-то схлопывать, чтобы удобнее было маршрутизировать. Мы можем агрегировать маршруты, объединять их для того, чтобы, грубо говоря, объединить несколько сетей в один маршрут и отправляем информацию именно по всем этим сетям в виде одной записи в таблице маршрутизации. Уменьшается объем таблицы маршрутизации. Ну и аутентификация. Тут очень важно, что информация правильная по маршрутизации. Мы должны аутентифицировать отправителя, получателя, то есть роутеры БГП подтверждают подлинность сообщений. Ну, соответственно, в трестных действиях мы сначала договариваемся о том, что передаем информацию, потом информацию передаем о маршрутах, о доступности, недоступности, и постоянно обмениваемся актуальной информацией, посылаем дельты для того, чтобы поддерживать таблицы маршрутизации в актуальном состоянии. Ну, и тут тоже очень простые пакеты, очень простые форматы сообщений, которые связаны с функциональностью данного протокола. Ну, в принципе, этот протокол, вся четвертая версия, БГП-4, является основным протоколом связи в интернете. То есть мы его, если мы РИП и ОСП изучаем как характерные представители своих алгоритмов, ну, есть еще и лучшие представители, но они проприетарные, ЦИСКовские, например, то БГП мы изучаем как характерного, единственного представителя маршрутизации. Ну, вот, в принципе, это основные протоколы, которые вам нужно знать, иметь представление о них. Если, еще раз, вы устраиваете маршрутизацию локальную, если не хотите думать, и у вас маленькая сеть, включайте РИП, если большая сложная сеть, конфигурите иерархический ОСП, он и быстрее будет, и если вам нужно работать сложная маршрутизация в рамках интернета, ну, например, подключение к низким провайдерам, или управление разного трафика по разным маршрутам, то вы покупаете автономную систему и настраиваете БГП. Ну, а если вы занимаетесь настройкой маршрутизатора в большом интернет-провайдере, то вы и так все это знаете, иначе вас бы не взяли на работу.